Такому соседу не рады, тем более пока он без документов. Строительство вышки сотовой связи уже началось. Залит фундамент, а разрешение документа на строительство будущие соседи пока так и не видели. До отличных встреч владелец участка отказывается. Они просто заказывали проект в частной компании, которая находится в городе Ставрополь, которые эксперты сюда не выезжали, они даже не знают на каком участке и какие тут вообще технические характеристики этого участка. Они просто выдали по данным, которые им предоставил заказчик, выдали просто на этот проект и прошли экспертизу просто по этому проекту. Это строительство незаконно, настаивают собственники соседних участков. Заказали выписку из ИГРН, в ней сказано. Это земли населенных пунктов и предназначены для эксплуатации в качестве садового участка. То есть строительство вышки не входит в разряд тех сооружений, которые разрешаются строить на земле данной категории. Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, где сказано ведение садоводства, и на нем перечислено все, что можно строить. То есть садовый дом, жилой дом, гараж, потом что еще, подсобные помещения, ну и выращивание там сельхозкультур, там винограда, яблок и так далее. Но ни о какой вышке тут разговора нет. Подписи собрали, письма в прокуратуру, департамент архитектуры и градостроительства и Роспотребнадзора подготовили. Готовы защищать свои интересы и в суде. И основной задачей суда установить, возведено ли такое строение в нарушение норм, или нормы не нарушены, это первое. И второе, собственно говоря, возводится ли оно это строение в рамках того зонирования, которое предусмотрено градостроительным кодексом. Как показывает судебная практика, в последние десятилетия Верховный суд активно становится на сторону соседей таких самовольно возведенных построек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова